Детское радио представляет Про лень, пельмень и бегемота Здравствуйте, здравствуйте! Где я? Прям не пойму, куда попало. Это что за город такой? Кругом небоскрёбы? Чикаго? А может, Нью-Йорк? Огромные дома, сплошь из стекла, а сверкают, как красиво всё в ярких огнях. А ещё арка квадратная. А-а-а, вот теперь у меня просветление наступило. Вы не поверьте, я в Париже. Знаете Париж? Да, конечно, знаете. Это же столица Франции, родина Наполеона и круассанов. А то, что кругом небоскрёбы, понятно. Это же район Дефанс, самый большой деловой центр Европы, а расположен он в одном из ближайших парижских пригородов. Потому и небоскрёб вокруг. Это же офисы, банки, страховые компании, торговые центры и прочие конторы. Да, совсем этот район не похож на привычный Париж. Вот я и растерялась, не сразу сориентировалась. Раз уж я в этом районе оказалась, знаю, что вам показать. Чем удивить? Вот и он. Прекрасно. Да не кто он. А что? Палец. Большой пальц руки растёт прямо из земли и в небо упирается. Представляете? Натуральный такой палец с пророжилками на коже. При желании можно отпечаток снять. Но, наверное, никто не пробовал. Не так-то это просто. Высота пальца 12 метров. Народ с четвёртого этажа может на кончик его посмотреть, а с третьего нет. Дорогие друзья, не увидите. Весит-то эту скульптуру знаете сколько? Целых 18 тонн. Потому что автор не пожалел на него одного из самых тяжёлых металлов. Чулгуна. А вот то, что палец этот тут в деловом районе перестроился очень даже символично. Вы вот когда большой палец вверх поднимаете? Правильно. Когда у вас всё хорошо. Или когда вам что-то нравится и вы это дело одобряете. Правильно? А раз тут в Дефансе всё время большой палец в небо указывает, значит, он вроде как говорит. Молодцы вы тут, ребята, в Дефансе. Хорошо работаете, хорошо живёте. Чего я, друзья мои прекрасные, и вам желаю. А я отправляюсь дальше. Вперёдный круиз вокруг Европы. Гаррррр. Про лень, пельмень и бегемота.